Всем еще раз привет! С вами ваш любимый Dead Insider. Сегодня я опоздал на целый год, получается, с этим Eclipse, потому что эта фича вышла еще в сентябре 2020 года, но почему-то о ней очень много не говорят, и, скорее всего, это связано с тем, что большинство россиян очень бедные, и как бы это ни было грустно, но большинство из них ходят с андроидсами. Итак, о чем вообще мы сегодня поговорим? Вообще, что это такое? Что они умеют? Чем могут похвастаться? И зачем вообще они нужны, блин-блински? Как их нужно вкрутить-то в приложение и уже радовать всех окружающих? Eclipse? Нет? Не то, не то, сейчас, секунду. Итак, что это вообще за монстр? Eclipse — это все тоже ваше приложение, но слегка, точнее, тяжело укороченное. С чем это связано? Ну, во-первых, Apple поставила лог на 10 мегабайт в App Store, а во-вторых, так надо. Вообще, вся концепция App Clips сидит на этом маленьком размере, и мы к этому сейчас вернемся. Вообще, вы должны следить за этим размером, потому что Apple, ну, если будет больше 10 мегабайт, короче, билд, то вас просто заигнорят App Store. Концепт. Представьте, что вы хотите в ресторане заказать себе, например, булочку какую-то. Вы приходите в ресторан, и вам говорят, слушайте, ну, у нас все меню, короче, находится в приложении. Ну, вот так вот кафешка работает. Вам приходится качать приложение, потом говорят, ну, слушайте, ну, у нас нет регистрации, ну, то есть у нас есть регистрация, то есть если вы не авторизуетесь, мы вам ничего не будем давать. Вам надо зарегистрироваться, потом ввести платежные данные, паспорт свой, паспорт собаки, короче, ну, вот, ну, ну, неудобно это, неприятно. И у вас потом это приложение будет висеть, его еще качать надо, оно будет ввести 8 мегабайт. Ну, это полная хуйня, давайте, давайте будем честны. App Clips решает эту проблему. Все, что вам нужно будет сделать, это просто навести камеру на QR-кодик или в баннере нажать на кнопочку, к этому тоже вернемся, и все, у вас открывается Blitz-приложение, где вы можете пользоваться основным функционалом. Вам придется это качать, но размер будет меньше 10 мегабайт, и это происходит очень быстро из-за того, что у нас существует 4G. Как вообще, в принципе, попасть в App Clips? Существует несколько способов. Первое, это NFC-теги. Второе, QR-коды. И также используются еще App Clips. Это тоже как QR-коды, но только от Safari, через баннер. Потом есть у Apple стандартное приложение с сообщением. В нем вы тоже можете через баннер попасть в App Clips. Также на карте от Apple тоже можно попасть в App Clips. Итак, вот App Clips-коды. Они вообще практически от QR-кодов не отличаются, ну, кроме того, что Apple позволяет R-анчоры, например, делать. Если мы будем использовать R-кит, можно, например, посмотреть товар виртуальный. App Clips-коды можно сгенерировать в App Store Connect в UI или с помощью команды. В принципе, отличий особо нет. Грубо говоря, если мы в App Store будем генерировать этот App Clips-код, мы можем посмотреть только один App Clips-код. То есть там надо будет выбрать цвет ему. А с помощью команды вы можете сгенерировать сразу несколько разных цветов и потом выбрать, который вам нравится. Вот примеры, как это выглядит вообще в Safari, в приложении Messaging. Это просто отдельный баннер с кнопкой «Открыть». Данная штука открывает контекстное меню, где по тапу на кнопку вы можете открыть Blitz-приложение и уже с ним работать. Вот этот баннер. Вот эта кнопка «Открыть». Вот этот баннер. Это в Messaging, это в Safari. И вот откроется вот такая вот моделочка. В общем и целом схема всех одна. Вы используете либо NFC-метку, либо QR-код и прочее-прочее. Вы нажимаете на кнопку «Открыть», у вас открывается приложение. Ну, точнее, открывается сначала окно модельное с Blitz-приложением, с описанием его, с титулником, где вы можете либо перейти сразу в полноценное приложение, либо нажать на кнопку «Открыть», у вас откроется App Clip, Blitz-приложение. В котором вы уже сможете пользоваться основным функционалом, который написал разработчик. Если вы им не будете пользоваться, так, давайте я к этому сейчас вернусь. В общем, есть три юзкейса. Первый вариант развития событий. Допустим, у нас есть приложение по покупке кофе. Например, вы навели QR-код, чтобы купить кофе. Чел покупает кофе, он навел камеру на QR-код, у него открывается Blitz-приложение. Там он покупает себе кофе, и по истечению 30 дней, если он это приложение не откроет, у него оно автоматически удалится. Открывается приложение моментально практически, потому что оно весит меньше 10 мегабайт. Это очень удобно. Второй кейс. Чувак у нас купил кофе, все по тому же сценарию, но он постоянно перезаходит в приложение. В данном случае у нас приложение будет жить постоянно, потому что, ну не приложение, а Blitz-приложение конкретно. Давайте не путать. Blitz-приложение будет жить у нас 30 дней, потом, если он еще раз перезайдет в это приложение, счетчик сбросится и так далее. И третий юзкейс, это когда чувак попользовался нашим Blitz-приложением, ему это очень понравилось, он теперь наркоман, он у нас постоянно покупает кофе, у него зависимость. Мы даем ему возможность установить полное приложение, где мы все его данные, которые хранились в Blitz-приложении, перегоняем в полноценное приложение. Мысль ясна, теперь давайте делать это руками. Здесь надо очень усерднее думать головой, потому что ваше готовое приложение должно быть настолько проработано быть, чтобы оно умело отдельно работать в любом месте и при этом не перерешивало пределы 10 мегабайт. Хороший пример приводит Apple. Вот внезапно у вас было полноценное приложение по ресторанному меню, где вы можете создать, скрафтить свой бургер, добавить его в заказ и купить его. Внезапно вы захотели добавить фичу, где можно делиться с друзьями ссылкой на еду и покупать его с помощью QR-кода. Для того, чтобы это впилить, придется добавлять кучу логики и прокидывать 100-500 данных в ссылке, что усложнит процесс. Это ломает концепт AppClip. Все, что вам нужно будет сделать, это отдельный диплинк, который будет ввести на определенный фрагмент вашего AppClip в данном случае. Вы сбилдили бургер, поделились им ссылкой, он сразу должен кинуть его в покупку, а также из QR-кода. Вы просто, грубо говоря, добавляете новый диплинк, который вас сразу будет ввести в чек-аут и все. Декомпозируйте. Вот, например, перед вами карта вашего полноценного приложения. Вы видите, сколько можно логики убрать? У нас все, что есть о пользователе, это, грубо говоря, Apple ID. Нам не нужно знать, какие у него там любимые, ему не надо знать описание приложений и прочее-прочее. Вам все, что нужно сделать, абстрагироваться от излишек. Представьте себя, который дико захотел в толчок. Вот вам надо сейчас сходить и все, остальное не важно. Поэтому еще раз, декомпозируйте. Ваша карта близ приложений должна выглядеть примерно... Каждый диплинк ведет на определенный экран, делает определенные действия и все. Приступим к пилке. Давайте, пора за работу. Во-первых, что нам нужно сделать? Нам нужно зарегистрировать бандл ID для AppClip. Заходите на сайт Developer Apple и регистрируйте новый ID. Для него есть специальный тип AppClip. Итак, у нас есть теперь два ID. Первый – это Room Mad Brains My App Valery Testing, который нужен для полноценного приложения. И AppClip – Room Mad Brains My App Valery Testing. После того, как мы перейдем в проект с полноценным приложением, нам нужно добавить таргет. Этот таргет называется AppClip. После того, как мы добавили таргет, мы должны настроить флажок обязательно для работы с этим AppClip. Потому что какие-то куски, какие-то фрагменты кода мы не будем использовать в Blitz-приложении, которые используются в основном приложении. Например, нам нужно будет скрыть какие-нибудь кнопки. В данном случае я сделал так, что в AppClip, например, отображаются рубли. В обычном приложении будут отображаться доллары. Настраиваем сам DeepLink. Он должен выглядеть как AppClip, двоеточие, и с URL на ваш сайт. В данном случае я использовал MyAppTestingWeb.com. Далее, для теста вы должны перейти в схему и задать аргумент xcAppClipUrl. К этому мы тоже вернемся. Данный URL я создал для того, чтобы перейти конкретно в конкретный продукт в меню по ID. В данном случае он RyanPitt. Также очень многие сталкиваются с проблемами, когда ваш URL редиректит на другой. В данном случае важно понимать, что Apple смотрит тоже на этот URL, и вам придется его тоже в DeepLink добавить. Иначе у вас работать это не будет. То есть вы должны добавить все данные. Нам нужно получить этот сам линк, поэтому мы используем данные методы 7 делегатив. Это WillConnectToSession и ContinueUserActivity. Это выглядит вот так. То есть, грубо говоря, вообще вкратце, мы ловим DeepLink, его парсим, что-то с ним делаем. В данном случае открываем экран продукта. Мы получили DeepLink, его начинаем делить. И в данном случае нам нужно поймать ProductID. Мы ловим этот ID. И затем уже передаем ViewController, который уже будет с ним работать. Далее нам надо настроить локальное тестовое окружение для того, чтобы посмотреть, как вообще в принципе работает Blitz приложение. Для этого мы переходим в настройки, в Developer. Есть такая штука, как AppClips Testing, где можно настраивать локальный опыт, ну, пусть будут Local Experiences. При переходе вы можете зарегистрировать это тестовое окружение, скажем так, где вам нужно будет передать эту ссылку, которую вы указали ранее. Вот, помните, где был ProductID Ryan5. Вот вы ее указываете в URL префиксе. Потом указываете BundleID-шник вашего Blitz приложения. И далее уже можете задать титульник. Потом описание, скажем так. И картинку, и экшн. О, да! Теперь мое любимое. Это рефактор. Я его обожаю. Поэтому перемещаем все нужные файлы в какую-нибудь папочку Share. И мы должны затаргетить все файлы, которые будут использовать наши Blitz приложения. Наверное, сейчас через пару слайдов я перейду в проект и покажу, почему мы так сделали. Итак, AppGroups. Зачем они вообще нужны? Здесь я не буду долго заострять внимание, но вообще, по сути, вам эта штука нужна будет, если вы захотите какие-то кэшированные данные передавать в основное приложение. У вас все это будет происходить с бэкэндом, с помощью Apple ID. Имейте в виду, если вы захотите что-то в User Defaults прокинуть, вам нужно будет создать AppGroups и просто галочку добавить для обоих таргетов. Вот так выглядит файл проекта. Ох, какая конфета! Наверное, нихуя не понятно, поэтому давайте к нему перейдем. Итак, у нас есть главное приложение, основной таргет нашего приложения, который включает в себя также AppDelegate, SynDelegate. И когда вы будете добавлять AppTarget, то есть у вас изначально приложение будет выглядеть вот так, стандартный проект iOS. Вы добавляете таргет, и у вас, можно сказать, будет просто копия такая же этого приложения. Чтобы сделать Blitz приложение, вам нужно будет абстрагироваться от многих экранов. Моя карта приложения выглядит примерно вот так сейчас. То есть у меня есть список заказов, любимые, настройки. Нам это пользователю не надо, нам нужно сокращать приложение как можно больше. Поэтому все, что добавил, детальный экран продукта, и также я вынес экраны для заказа, то есть для успешного заказа, и для детального просмотра продукта, который мы можем заказать. Также я вынес меню, где вы можете посмотреть список меню. Мне пришлось вынести также модели, модели заказа, продукта, модель меню, которая содержит в себе продукты. Поскольку у меня бэкэнда не было, мне пришлось замаковать данные. То есть здесь просто список этих продуктов для меню. И в принципе все, пару экстеншенов. Давайте я продемонстрирую, как это работает. Покажу просто, в чем отличие от основного приложения, от Blitz приложения. Итак, наше приложение сейчас выглядит вот так. То есть у нас есть меню с продуктами. У нас есть заказы, то есть, например, если мы что-то купили, у нас здесь отображается заказ. Далее у нас есть экран любимых, какие-то настройки и детальные экраны для заказа продукта. Вот, вот так выглядит наше приложение. Чтобы его установить, нам нужно перейти в App Store, залогиниться, выбрать в меню себе что-нибудь купить и покупать себе продукт. Это очень долго. Удаляем наше приложение. Теперь мы будем ставить Blitz. Для теста нам понадобится Target App Clip. Запускаем Run. Давайте представим, что этот App Clip уже настроен в App Store. То есть мы уже этот билд заливали. То, что я сейчас делаю, нужно просто для тестинга. То есть вы не сможете открыть свой App Clip, если вы его не сбилдите предварительно, если его в App Store нет. Вот наш App Clip. Ладно, окей. Сейчас он автоматически переходит на экран продукта, потому что в син-делегате я указал, чтобы он вытягивал этот продукт ID. Этот продукт ID сейчас равен 5. То есть в mock data у нас есть продукт ID с ID-шником 5. Это латте. В схеме вы можете посмотреть то, что этот ID-шник я вставил. Все погодил. То есть у нас в Blitz-приложении есть сейчас только экран меню, экран продукта и кнопка «Заказать». Все. Экран успешной покупки тоже у нас есть. Вообще Blitz-приложения, как вы видите, они отображаются с черточками поверх. Вот. Они все такие. Давайте пока вернемся к презентации. Вообще, после того, как мы настроим наш App Clip, если вы хотите баннер на сайте, вам нужно будет добавить файл с именем Apple App Site Association, кинуть его в корень сайта и добавить метатэк. Вот по такой схеме. Вот так это будет выглядеть. Если вы тапните по кнопке в баннере, у вас откроется вот такое вот окошечко тоже. Теперь давайте проверим наши размеры App Clip. То есть давайте я покажу вам, как это делать. Вам нужно выбрать основной таргет основного приложения и кликнуть на «Архивировать». Далее вы жмете сюда, в «Distribute App». Далее выбираете «Development», «My App Clip». Выбираете все девайсы. Обязательно проставляете галочку «Rebuild from Bitcode». Далее выбираете свой сайнинг. У меня он автоматический. Нажимаете на «Экспорт», выбираете, куда вы будете экспортировать это. И здесь у нас будет файл под названием «App Finning Size Report», где вы можете найти строчку «App Size» с информацией о том, сколько у нас весит App Clip. Он должен быть, еще раз повторяю, меньше 10 мегабайт. Лучше вам этого добиться. Иначе вас пошлют на все три стороны. Такова реальность, братцы. Запомните, 10 мегабайт. Ну, возможно, с приходом 5G это ограничение поднимут, но пока так, ведь вышки сжигают из-за… А, стоп, ладно. Вот ваши вкусненькие друзья. Ими тоже надо очень часто пользоваться. Это Apple Pay. Также у нас App Clip поддерживает нотификации. Apple рекомендует использовать SwiftUI. Давайте это пропустим. У нас есть также SK Overlay, который я сейчас покажу, и AS Authorization Controller для того, чтобы зайти с помощью Apple. Ну, типа Apple ID. Вы также можете в инфоплисте задать параметры для того, чтобы использовать 8-часовые нотификации. App Clips поддерживает только 8-часовые нотификации. Это нужно для того, чтобы, например, вы купили себе кофеек и хотите получить пуш только в тот момент, когда он будет готов. Это очень удобно. А что значит 8-часовые нотификации? То, что они просто при подписке, они 8 часов только действуют, и нельзя будет больше отправлять. Также вы можете получить данные о текущей геолокации. Вот подписка на уведомления. Здесь я не буду ничего, в принципе, застрять внимание на это. Здесь запрос на доступ к геолокации. Помните, опять 10 мегабайт. Возможно, я вас уже заколебал этим, но если у вас будет очень много зависимостей, у вас, скорее всего, сам App Clip будет за 10 мегабайт превышать размер. Поэтому Apple также рекомендует использовать как можно чаще нативные фреймворки для разработки App Clip. Итак, давайте теперь я вам покажу, в принципе, как это работает. Наконец-то. Я наложусь, короче, на QR-кодик. Вы видите такой баннер, типа то, что давайте сделайте мне этот заказик. Я его открываю. Открывается вот такая вот плашечка прикольненькая. Вот, где вы можете перейти в App Store и скачать это приложение, либо открыть это Blitz-приложение. По кнопке «Открыть» у вас открывается Blitz-приложение. Product ID Ryan 5. На основе MyApp, по-моему, если вы тапните на этот баннер, то вы перейдете в App Store. И вот про SK Overlay, о котором я говорил. Это по тапу на скачать полное приложение. Сейчас я вам покажу, как я его реализовал. Это у нас Product View Controller. Во-первых, вам нужно будет импортнуть StoreKit. И, во-вторых, вам нужно будет просто получить текущий Windows Scene, отконфигурировать, где будет отображаться у вас вот эта плашечка. В данном случае я выбрал из ботома, она отображается. Передаете SK Overlay в этот конфиг и презентуете на своем Windows Scene. Вот так это выглядит. И по тапу туда вы уже можете перейти в полную версию приложения. Вот, например, пример рабочего уже готового в App Store Blitz-приложения. Наводитесь на этот QR-код. Опа, Chibi. Смотрите, как это быстро. Вот раз, я нажимаю на «Играть». Chibi Studio. Все, я могу, типа, пользоваться приложением, выбираю это все. Это произошло, ну, я не знаю, за секунду, наверное. То есть я ничего не качал. Мне ничего не надо. В принципе, это вообще, ну, не знаю, мне кажется, за этим будущее. Есть еще хорошие примеры. Например, это поддержка у Apple. Там вы можете вообще весь список своих устройств посмотреть, какие находятся на гарантии. В общем, очень удобно. Есть вообще, в принципе, игра. То есть это настолько круто, что можно просто игры с металл-китом качать. Сейчас давайте зайдем в Safari. Вот он, Phoenix 2. То есть вот вы нажимаете на «Играть». И я теперь могу, в принципе, просто попробовать демо-версию игры. То есть вот это на металл-ките просто игра. То есть вот я могу управлять им. И это произошло, ну, не знаю, за секунду. За секунду, наверное. Слишком быстро. Мне не надо ничего качать. Оно удалится потом через 30 дней, если не буду заходить. Кайф. Я считаю, это круто. Вы можете посмотреть весь список ваших Blitz-приложений вот здесь. В принципе, посмотреть. С App Store можете скачать. Можете удалить конкретно. Можете сразу одной кнопкой удалить все эти Blitz-приложения. Вот так, кстати, выглядит мой Local Experience. То есть вы сюда можете вообще любую фотографию загрузить. В принципе, и все. Так. Все те же самые настройки происходят в Apple. Отлично. Мы оформили заказ. Все. Blitz-приложение работает. Вот наш SK Overlay. Я его уже показал. Вы просто в App Store настраиваете, откуда вы будете получать, ну, попадать в этот App Clip. Это Safari, карты, NFC-теги и прочее, прочее. Просто настраиваете его. Также выбираете картинку. Title, Subtitle. Настраиваете ссылку. И все. И все. И вот, в общем, весь список всего, что мы прошли. Здесь, в принципе, все ваши шаги. А можно оставить только последний? Все, остальное не делать. Не, вообще, в принципе, я был бы доволен, на самом деле. Но, к сожалению, мы живем в мире, где надо постараться. В общем, здесь все ссылки. Если вам что-то конкретное, детальное захотелось посмотреть, вы можете, в принципе, покопать. Там есть еще пару кусков кода. Но, в принципе, мы рассмотрели все. Вот, ссылочка на гид. Всем спасибо за внимание. А теперь давайте перейдем к самому главному. Что с этим делать, блядь? Что делать с этой хуйней? В принципе, у меня все. Я не знаю, можете задавать вопросы. Одно полноценное приложение. Ему может ссылаться любое количество приложений? Или только одно облиц приложений? Смотри, App Clips у тебя будет... Это просто как отдельный таргет у нас. В нем может быть несколько экранов. Но переходы по экранам ты задаешь сам. То есть, грубо говоря, у тебя есть диплинк. Нет, если я не могу поместить в нужном функционал, то есть, например, я хочу для того, чтобы не рисовать две какие-то функции, которые нужны мне одновременно. Отдельный App Clips. Она идет на заказ, как ты там с кастомным Google-ом говоришь. А другая форума в этом гольфе. Да, да, можно. Так это же просто диплинк. Ты просто будешь парсить ссылку, и уже относительно этой ссылки будешь приходить на конкретный экран. И что, скорее, будет одно приложение в 10 мегабайт, в котором все... А, одно. Это все будет одно. Это все одно. Мы не можем добавить несколько. Таргет может быть только один App Clip, по-моему. Может ли быть App Clip без газового приложения? Нет, не может. App Clip – это часть основного приложения. А вот, то есть, нельзя целый добавить в App Clip, а сразу не пускай. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот у нас есть таргет. Где там таргет? Это таргет. App Clip. Нет, в проекте он может добавить себе таргет. Да. А просто публиковать его можно. Вот, скорее всего, нет. Нет, потому что в App Store Connectе там указан только один. Я думаю, точно нельзя. Нет, ты чушешь, что только один? Нет, ну просто смотрите. У вас будет один App Clip, но вы можете, типа, сделать диплик. Вы можете ввести в разные места, но ограничение. Да, но ограничение будет 10 мегабайт. Просто прикол в том, что если, ну, вы просто обходите это ограничение, получается. Потому что вы будете, грубо говоря, делать, у вас будет 4 App Clip по 10 мегабайт. Ну, во-первых, это, я на 100% уверен, что эти два клипа уже будут завязаны, например, на одну и ту же модель. И вы, грубо говоря, просто копернете в другой App Clip. Это нарушает гайдлайн. Копнул ли ты поглубже туда по поводу уровня разделения файлов? Типа в сэндбоксе будут клипы основного приложения и общие или нет? Или когда ты ставишь приложение, оно прямо отдельно ставится? Смотри, ты установил вот клип, ты сделал в нем в группе базу данных, потом устанавливаешь полноценное приложение. Да, если у тебя вот настроена вот эта штука. Она же через App Group. Эп-группы, да, 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 да. Сама всем взаимодействовать. Все, все, все. У них же разные бандлы, это два разных комплекса. Ну вот я и про это привел. Все, все, все. Может, они там хитрее. Если у них такая жесткая связка с Алиной Клепом на приложении, то они могли бы объединить это в саду. В целом-то, наверное, да, это странно. С другой стороны, насчет базы данных, а как ты засунишь базу данных в приложение, которые 10 мегамматные сэндбокс? Как ты говорил, мы можем выйти на данное приложение в NetClip только путем распространения ссылки на него через NFT и так далее. То есть в самом App Store мы можем только увидеть полноценный приложение. Да, да, да. Но у андроида с инстантапами была такая тема, что если есть короткое приложение, то в плеймарксе будет плотко попробовать возможность загрузить его. в App Clip можно зайти только по ссылке на… Давайте, знаете, что сделаем? App Store. Нет, вот у него открылось как раз приложение, в котором есть App Clip, но тут загрузить встроенные покупки и все. Так, давайте еще лучше сделать. А, типа удалить App Clip. Да, App Clip можно было бы как раз для мгдемки делать удобно. А когда ты груз запихнешь в 10 мегабайт, это не легко, но может. Они запихнули. Это App Clip. А, кстати, вопрос. Я никогда не сталкивался, а вот в самом описании приложения, тут стори, ссылки, можно размещать в описании кликания? По-моему, нет. По-моему, нет. Я что-то не помню, но я помню, что… По-моему, 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 есть разработчик перед ним. Политика. Веб-сайт разработчиков. Ну, это, да, конфиденциальной ссылкой на веб-сайт. Ну, типа, конкретно данным, если веб-сайт разработчиков будет клип. Что потом дай ему, то они дошли, да? Нет, на самом сайте разработчика могут быть и клипы, но сама эта ссылка не должна вести. Ну, короче, хрен найдешь. Блин, ну это они прям жестко сами себе зарезали использование этой хичи, на самом деле. А когда у него остановился, клик, он визуально никак не отличается от обычного приложения? Вот видишь, сверху... А-а-а! Ну и в приложениях тоже он так нарисован, да? Нет, в приложениях он не отображается. Ты можешь его вот отсюда выцепить, видишь? А, так его вообще нет? Да, но его не видно. Он же не устанавливается. Он не устанавливается. Это как временное приложение просто. Оно 30 дней хранится. Если ты будешь переходить, счетчик будет сбрасываться. Это просто библиотека, а на главном экране не будет. После установки, обычно на главном экране, но для главного экрана можешь его выбить. Давайте посмотрим, может быть... На главном экране можно любой приложить. Давайте посмотрим. Поделиться приложением, смотреть на второе удалить. А если перетаскивать? О, смотри. Хуй тебе, понятно? Хуй тебе. Но в папку он выглядел, нет? Не, ну у меня... Так нелепый костыль не выглядит. Можно было добавить внимацию, чтобы оно пропало и разбивалось? У меня, короче, 14-е. Возможно, в 15-е я нечет сделал. Спасибо. Все, всем пока, ребята.